Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем здравствуйте, добрый день. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. Я напоминаю, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Может быть, кто-то хочет письменно высказаться, спросить, задать вопрос, прокомментировать. Тоже приветствоваться, тоже все возможно. На номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Очень часто, да, мы вот говорим о людях, которые как-то не жалеют себя, сгорают на работе или там наоборот, что-то занимаются какими-то тяжелыми заботами, и вот им советуют, образно говоря, полюбить себя. Вот что значит это выражение? Я понимаю, сегодня мы попытаемся узнать. Пока мы вместе поразмышляем об этом. У меня, к сожалению, нет монополии на истинные знания, но, по крайней мере, с этим вопросом я часто сталкиваюсь. И действительно часто, потому что приходят люди на прием и говорят, мне все говорят, что я должен полюбить себя, что я не люблю себя. Я, естественно, в вопрос, а что это значит полюбить себя? И большинство людей искренне говорят, не знаю. Я вот не знаю, потому что все говорят, но я не знаю, что это такое. Ну, как-то заботятся о себе, туманно отвечают люди. И я пришел к интересному выводу. Я начал задавать вопрос, а что такое вообще для вас полюбить? Вот даже не себя, а просто полюбить. И я пришел к интересному наблюдению, что человек, который плохо представляет себе, что такое полюбить себя, у него весьма искаженное представление того, что любить вообще. То есть себя – это частный случай. Ну, для примера, приходит женщина, которая спрашивала, а что это у вас значит любить вообще? И она говорит, вот стараться, заботиться, прилагать усилия, делать какие-то важные и полезные вещи. Такое очень тяжелое, с напряжением. То есть в слове «любить» не звучит радости. В слове «любить» отсутствует даже какое-то удовольствие от этого. Любить – это такой интересный тяжелый груз. Видите, он их тяжелый труд даст. Да, да. Вот любовь превращается в тяжелый труд. И поэтому, что такое полюбить себя, это направить на себя опять какое-то огромное количество труда. И это для тех, у кого любовь связана с трудом. Есть люди, у которых любовь к себе, как-то вроде как есть, звучит тема удовольствия. Удовольствие крайне странное. Это наркотики, это алкоголь, это бесконечно радовать себя какими-то такими вещами. Но почему-то это любовь с привкусом чувства вины, сожаления и тому подобных вещей. И любовь к другим людям, она тоже такая очень своеобразная. У меня был интересный пациент, который как-то рассказывал, что у меня был брак, неудачный. Я спросил, кем была ваша жена? Ну вот я встретил, такая хорошая девушка, такая вот красивая, ответственная, такая очень порядочная. И так далее, и так далее. Я говорю, а какой такой, ну, основной критерий? Шел прекрасную фразу. Та, которую не стыдно маме показать. И это звучит достаточно грустно. То есть, в принципе, для человека жениться было на самом деле угодить маме. Для человека жениться было лишь бы мама не осудила. Вот именно даже не стыдно. Не порадовать маму, а не стыдно. Мы из этой фразы кого-то сразу выглядывает, можно предполагать, целый пласт, что такое отношение человека с матерью, где главная проблема – не провиниться, не вызвать маминого осуждения, не быть виноватым перед мамой и так далее. То есть, мы уже можем начать предполагать, что же такое для человека было осознание любви. Это обычно к человеку приходят от родителей, от матери в первую очередь. То есть, если любовь подменяется напряженной тревогой… – Экзаменом каким-то прямо. – Да, ты всё время должен чему-то соответствовать. Не дай бог ты не соответствуешь, и любви ты уже не заслуживаешь. И, естественно, вот это человеком перенимается бессознательный, вот тот самый бессознательный жизненный сценарий, который закладывается у каждого из нас. И в этом сценарии понятие любви прописано вот именно таким образом. В данном случае ты должен всё время соответствовать ожиданиям, и не дай бог не расстроиться. Ну, исходя из этого критерия, человек выбрал себе жену, и брак оказался неудачным. Ну, я не видел женщину, которую он выбрал, но, наверное, когда женщина выходит замуж, начинает чувствовать, что её выбрали не потому, что она хороша и прекрасна, а потому, что она должна удовлетворить требованиям свекрови. Наверное, это приводит к каким-то впоследствии не самым приятным отношениям в паре, и как долго это может продолжаться. Когда мы говорим о любви, сразу мы вспомним классическую библейскую фразу «Возлюби ближнего, как самого себя». Здесь у нас такая, получается, интересная вещь. Если человек самого себя не знает, как любить, откуда же он знает, как любить ближнего? То есть, человек относится к ближнему так, как сам к себе, и отсюда мы имеем, ну вот, я в какой-то из передач упоминал, была где-то в одной из рижских школ история, где учитель физкультуры увидел на теле мальчика какие-то синяки, следы побоев, вызвал, естественно, на полицию, выезд, чтобы регулярно избивала мама, и когда с мамой разговаривали, мама сказала замечательную вещь, ну и что, что такое, вот меня вот тоже в детстве били, и ничего, выросло нормальным человеком, сказала маму, которой сын покрыт следами от побоев, просто сплошь, и это, как бы это ни звучало странно, для нее это и есть понятие любви, это и есть понятие любви, бить, ну это тоже где-то была, у нас из прошлого, хорошая фраза, какая-то фраза, ее приписывают в Библии, я не уверен, что это оттуда, кто жалеет розык для чада своего, не любит его, то есть тоже когда-то было нормой, нормой, если ты любишь ребенка, то нужно регулярно бить, наказывать, чтобы он жил в каком-то страхе, тут мы, кстати, опять, если говоря, как-то нас сегодня отводят к религии, мы помним, обычно есть понятие, что Бога надо и любить, и бояться, знаете, это выражение богобоязненный человек, или там с фразой Бога ты не боишься, то есть это интересно сочеталось, любовь к Богу и страх перед ним. Ну и переносилось, очевидно, да. Да, и как будто это тоже, в общем-то, перешло к родителям и отношениям с детьми, то есть, наверное, есть люди, для которых совершенно нормальная вещь, любить своих детей так, чтобы дети тебя и любили, и боялись. И для них это как-то, люди не видят противоречия в этом никакого. Да? это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы есть и следующая. Я думаю, мы все знаем людей, которые прекрасно знают, что такое заботиться об окружающих. Они знают, что такое быть надежными, заботливыми, никогда не подвести, все обеспечить и так далее, и так далее. То есть, очень думать о чувствах других людей, чтобы, не дай бог, их не задеть. И при этом, это люди, полностью игнорирующие сами себя. То есть, в отношении этой группы людей я бы, наверное, известную фразу перефразировал. Может, для кого-то актуально возлюбить ближнего, как самого себя, а кому-то, стоило бы сказать, возлюбить самого себя, как ближнего. По крайней мере, относись к себе не хуже, чем к окружающим. Не переноси себя в бесконечную жертву. Не будь тем, кто пытается сделать счастливыми всех вокруг, не будучи счастливым сам. На звонок? Да, у нас звонок. Да, доброе утро, добрый день. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Немножко не по теме, это косвенно связано тоже с психическим заболеванием населения. Вот, вчера почитал в интернете, врач пишет, что, значит, матерчатые маски не годятся от ковида. Это все равно, что мячик пролетает размером квадрат сто метров. Но неужели два года эпидемии и министерства такие глупые сидят и правительства не могут решить этот вопрос, запретить эти матерчатые маски и медицинки? Почему профилактику не сделают? Как защититься от вируса? идиотизм какой-то. Два года и никто ничего не знает. Спасибо. Спасибо, но немножко действительно не по теме как-то мы... Я, честно говоря, не по теме со всех точек зрения. Это не по теме передачи. Я, увы, не специалист в масках не могу вам ответить. И уж тем более они специалист в министерствах и ответственных фигурах. Поэтому мне нечего вам ответить. Возможно те люди безответственные, а возможно... Слушайте, я не специалист в этой сфере. Я очень ценю свою способность и очень ценю в людях способность не иметь мнения по любому поводу. Если ты где-то чего-то не знаешь, тебе не обязательно иметь по этому поводу мнение. Вот в данном случае у меня нет мнения, почему наше министерство применяет те или иные маски. Простите. Да, но мы вернемся. Вот как раз мы остановились на том, что некоторые люди не любят себя, а полностью приносят себя в жертву, пытаясь угодить другим людям. Как бы это сказать? Мы не можем любить того, чего не существует. Вот люди, которые прекрасно знают, что такое заботиться во всех вокруг, очень часто не слышат ничего о себе, потому что в их мире окружающие есть, они, в общем-то, сами не существуют. То есть, не существуют как инструмент угождения окружающим. Я как-то разговаривал с одной мой пациент, которая мне очень долго и подробно рассказывала о своем детстве, об отношениях в семье, о войнах между папой и мамой, о войнах, в общем, в семье были бесконечные сражения. И она мне описывала очень подробно, что происходило, кто как себя ввел, кто испытывал какие эмоции, какие звучали слова и так далее, и так далее. Я долго слушал описание, я сказал, скажите, как по-вашему, во всем этом описании чего не хватает? Она подумала и сказала, меня? Говорит, все, наверное, вот вы, ребенок, все это наблюдает, но вас там нет. В этой картине есть бури, вихри чужих эмоций, чужих скандалов, конфликтов, любви, ненависти, а вас нет. То есть, все выясняют отношения между собой, никто даже не замечает, что рядом находится маленькая девочка, что она тоже что-то испытывает при этом, что при скандалах, драках и так далее, она пребывает в ужасе. Ее не замечают, и она себя не замечает. Это накладывается на дальнейшую жизнь. Есть чужие эмоции, есть стремление быть хорошей, есть стремление помогать, забыть. И да, она хороший человек, она надежный человек, она всегда придет на помощь, даже там, где человек мог бы и сам справиться, прекрасный, она придет на помощь с лихвой, с избытком, что можно. Но при этом вот эта бесконечная помощь окружающим, в этот момент пропадает ее собственная жизнь. В этот момент пропадают ее мысли о себе, забота о себе, соответственно, во многом и о своей семье тоже. То есть, в итоге, вроде бы, любовь, она исчезает. Это опять тот случай, когда полюби себя как ближнего. вот это, мне кажется, ситуация очень распространенная. Еще одна вещь, которую, мне кажется, в последнее время стало очень актуально. Любовь к себе превратилась в бесконечное отстаивание собственных прав, собственных границ и так далее. Ну, вот, многочисленные фразы упоминали. Вы меня обесцениваете, вы нарушаете мои границы, вы должны обращаться ко мне именно такими словами, это слово меня ранит, вы абьюзер, вы газлайтер и так далее, и так далее, и так далее. Нет числа, количества этих терминов. То есть, любовь к себе для человека превращается в бесконечную войну с окружающими. Отстаивание свысья себя. Да, почему такое отстаивание, как бы сказать, у каждого из нас есть те ситуации, когда стоит и необходимо за себя постоять. у каждого нас есть ситуации, где мы нуждаемся в отстаивании своих границ, где мы должны поставить кого-то на место и объяснить с нами так нельзя. Но когда все это превращается в такую мелочную придирчивость, когда мы бесконечно тревожно вслушиваемся, они обиделли кто меня, они заделали кто меня, они ущемлили мои интересы, они сказали ли мне слово, которое звучит по отношению ко мне неуважительно. Вот здесь та самая любовь к себе, забота о себе превращается в какую-то тревожную невротическую как бы это назвать, тревожно невротическое состояние. Тебе от этого уже нехорошо. Я сразу вспоминаю, по-моему, у Войновича было произведение про шапку, там тоже начиналось с какой-то мелочи, что обошли шапкой, которые выручались писателям, но в результате как человек пошел войной отстаивать свое право на получение шапки, в конце концов это его просто привело к какому-то водовороту событий, и уже бог с ней, там вот вся шапка в жизнь была положена ради этого, сколько нервов, нервотрепки и прочее. Вроде бы тоже забота о себе. Вроде бы тоже забота о себе. по идее, если мы этом всерьез задумываемся, призыв «полюби себя» звучит как-то бессмысленно. Вот. Как вы сказали «призыв»? «Полюби этого человека», не знаю, «полюби эту женщину или этого мужчину». Ну, как можно призвать полюбить? мы эту любовь или испытываем, или не испытываем. То есть сказать, что ты должен полюбить себя, это, конечно, громко звучит. И опять это из серии этой современной популярной психологии, где много всяких странных лозунгов. но мне кажется, призыв бессмысленно. Ну, по идее, по идее изначально любовь к себе должна быть в нормальном состоянии. Ее, может, не всегда так сформулируют, что я себя люблю. Ее не всегда так можно на... Ну, мы... Я много видел людей, которых можно сказать, что они действительно очень хорошо к себе относятся, но им никогда не придет в голову сказать, я себя люблю. У них это как-то звучит совершенно по-другому. Ну, даже мне кажется, вот у Айзека Азимова третий закон робототехники. В принципе, робот обязан заботиться о себе, то есть как бы третьим законом робот должен выполнять приказы человека, робот должен не допустить, чтобы человеку был принесен вред, и третий закон, робот должен заботиться о себе. А если не нарушать предыдущие законы? Так вот, в принципе, как для человека ведь тоже, ну, то есть это как должен быть вложена, прошита программа, заботиться о себе, то есть иначе ты сам себя закопаешь в могилу. Смотрите, что такое любить? мы любим что-то для нас очень ценное, то, чем мы дорожим, то, чем мы обязательно без чего нам плохо, от чего нам хочется заботиться, что нас радует и так далее. Если мы особо не дорожим, значит, мы не любим. Если помните в «Трех мушкетерах», когда в какой-то момент у Арамиса был кризис в отношениях с какой-то своих дам, и он собрался было уходить священники, и у него были другие священники, он собирался писать диссертацию необходимую для рукоположения в Сану. И одна, запомню, всегда тема, одна из тем диссертаций была «Некоторое сожаление приличествует жертвующему Господу». То есть ты отдаёшь Богу без сожаления, значит, ты не особо ценишь, им не особо дорожишь. То есть как говорится, «На тебе Боже, что нам не гоже». Известная поговорка в общем-то о том же. Вот мне кажется, вот это отношение к себе и к всему, чтобы ты не любил, это есть о том, что ты ощущаешь, насколько это ценно. Ты ощущаешь собственную ценность, ты ощущаешь ценность людей, которых ты любишь, ты ощущаешь ценность, не важно, друзья, близкие, супруги, родственники, кто угодно. Кто таким ты дорожишь, потому что тебе с ними хорошо, и ты ощущаешь, что дорожат тобой. Мне кажется, это важно. Так вот, как эта девушка, которая не разглядела себя в картинке семейных баталий, если ты не ощущаешь, даже не на осознанном уровне, а просто не ощущаешь свою ценность, то, что кто-то дорожит твоим эмоциональным комфортом, физическим комфортом, откуда же тебе этому научиться? Нам, наверное, пора сделать маленькую паузу, после которой мы вернемся в студию. Слушайте Радио Болтком И вновь программа Диагноз недели врач-психиатр-психотерапевт Релиризник Мартов. Сегодня мы беседуем, рассуждаем на тему того, что скрывается за выражением полюбить себя. Продолжаю тему до рекламной паузы. Что нам делать для восстановления? Вот полюби себя, мне кажется, это такое совсем плохо, тебе надо заново учиться, любить себя. человек, который, не знаю, никогда не ходил, а вдруг должен начать учиться, может, с рождения, не дай бог, был чем-то болен, надо начинать учиться ходить впервые в жизни. Это бывает такое, но у большинства людей, наверное, ты не полюби себя, это вспомни, как когда-то, как когда-то ты был ценен, ты ощущал свою ценность для окружающих, ты ощущал, что тебя рады, ты ощущал, что тебя любят, для тебя было естественно быть ценным и любимым. Потом в силах каких-то причин это, к сожалению, часто меняется, потому что люди несовершенны. И совсем не обязательно, потому что это родители злодеи, все это. Родители могут те же самые люди, которые не очень знали, что такое полноценная любовь. Они в ней не выросли. Они тоже выросли с розгами, или они выросли даже не обязательно. Вот есть вот это поколение людей, которые выросли, пережили войну, выросли во время войны и после войны. И для них, наверное, то, о чем сейчас все говорят и пишут о нежности, о любви, о внимании к потребностям ребенка и так далее. Тогда у них были актуальны потребности выжить. Они выросли и жили среди смерти, среди голода, среди постоянно приходящих вестей о погибших и раненых, среди страха. И, наверное, ожидать или требовать от таких людей, чтобы они были невероятно чуткими родителями, было бы странно. Я знаю энное количество таких людей, которые и были моими родственниками и так далее. Это люди, которые хорошо знали, что такое заботиться, что такое заработать на жизнь, что такое дать ребенку образование, что такое, чтобы он не голодал, был одет и так далее. Что такое быть мягкими, они не совсем знали. Вот те самые качества, которые им помогали выживать в тяжелых временах, те самые качества сделали их не очень нежными и мягкими родителями, сделали их людьми, которые были грубоватые, а иногда и тяжелы на руку и так далее, и так далее. Но при этом я думаю, что всегда можно различить человека, который вырос в тяжелые времена и любил своих детей, но мог и приложить руку, особенно в те времена, когда это особо не осуждалось, это было в порядке вещей, но при этом дети ощущали и в дальнейшем понимали его любовь и заботу, и людей, которые всегда были холодными, жестокими, и от них можно было дождаться побоев и оскорблений, но никогда нельзя было дождаться любви и заботы. Поэтому некая идеальная любовь и к себе, и к окружающим. У нас существует какой-то, знаете, как идеальный газ, на котором в школе всякие уравнения выводят, а его в природе не существует, поэтому на нем очень удобно выводить всякие формулы. По-моему, сила трения убирается, или что-то такое. Вот это идеальная любовь какая-то где-то существует, но в принципе любят люди, любят своими несовершенными характерами, своими личностями, своими травмированиями. Люди любят всем, что в них есть, и хорошим, и плохим, и травмой, и так далее. Поэтому к счастью, нынешнее поколение людей куда больше наделено хотя бы элементарными психологическими знаниями. Об этом везде пишут и говорят, иногда пишут, на мой взгляд, не совсем адекватные вещи. Я одно время очень иронизировал по поводу американских фильмов и сериалов, где все на свете все говорят в психологических терминах. Все. Ты должен принять себя, или у вас все анализируют отношения друг к другу, дают такие подсказки. Это очень примитивно. Я сначала иронизировал, подумал, что если в человеческую культуру внедряется даже на уровне этого массового кино внедряется мысль о том, что стоит прислушиваться к другому человеку, стоит прислушиваться к его чувствам, стоит прислушиваться к тому, что он говорит, стоит, возможно, быть терпеливым и услышать, что стоит за его словами и поведением. Это есть что-то очень хорошее на самом деле. Есть что-то очень хорошее. Меняющий потихонечку мир, да, вот через людей, пропагандируя эти ценности. Что такое происходит, когда человек приходит на прием к психологу, к психотерапевту? По-моему, еще Фрейд как-то говорил, что психоанализ это любовь. Не уверен, но мне так кажется. Человек приходит туда, где его слушают, где крайне внимательно к его эмоциям, к его словам, где ему дают поддержку, где его не осуждать, а вместо осуждения стараются помочь ему понять себя. И, в общем-то, да, психотерапия это профессиональные отношения, но по большому счету, если люди и друг с другом будут обращаться так же, вслушиваться, стараться понять, а не осуждать, не спешить с оценками. Как известно, хороший психотерапевт крайне редко дает советы. Обычно больше слушает и разговаривает, чем навязывает свое мнение. И вот это тоже самое в наших отношениях. Вот, мне кажется, возвращаемся к теме любви. В общем-то, это такое же отношение и к другим, и к самому себе. Стремление понять, а не осудить. Стремление не бичевать, не вызывать чувство вины, не стыдить, а разговаривать. Стремление радовать. Стремление, ну, допустим, как есть такие семьи, где родители ребенка рассматривают как инструмент удовлетворения собственных амбиций. Вот, он должен достигать то, 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 чтобы быть предметом гордости. Или, чтобы сделать то, что по каким-то причинам не сделали сами родители. Ну, то же самое и по отношению к себе. вот это вот жениться на девушке, чтобы было, которую не стыдно маме показать. Надо жениться на девушке, которая тебе хорошо, которой ты ощущаешь любовь к себе, которую любишь ты, с которой есть совместная радость, тепло, эмоции. Мама здесь в общем-то и ни при чем. Вот, вот мне кажется, в отношениях с собой то же самое. В первую очередь, что чувствую я, не обязательно, это не призыв к махровому эгоизму, полное игнорирование чужих эмоций, но мы все являемся центрами собственной вселенной. Делать, что это не так, что из скромности или из борьбы с эгоизмом мы не должны все сосредотачиваться. Я с этим не согласен. Просто когда это превращается в некую невротическую одержимость, то, что мы говорили, не нарушайте мои границы, не смейте говорить так, вызывайте мои чувства, вот здесь веет чем-то очень болезненным. Человеку явно когда-то было больно, перед ним любовь это атаковать всех, кто хоть напоминает ему чем-то о какой-то угрозе, которая была когда-то давно от совсем других людей. Вот, мне кажется, любовь к себе не подразумевает бесконечную воинственность, бесконечные сражения с окружающим миром. Мне кажется, что любовь это состояние, когда тебе хорошо с тем, кого ты любишь и тому, кого ты любишь хорошо с тобой. Вот, если это распространяется на отношения дружеские, романтические, отношения родителей и детей, когда у детей родителям хорошо от того, что не хотите деть, а у детей есть чувство защищенности от того, что их любят родители. и мне кажется, то же самое человек должен быть с самим собой. Тебе должно быть хорошо с собой. Просто хорошо с собой. Наедине с собой тебе должно быть хорошо. Есть люди, которые не могут оставаться наедине с собой. как только они остаются наедине своими мыслями, это тревожно. Человек вспоминает несделанные дела, невыполненные задачи, еще что-то. И надо сразу себя чем-то занять, отвлечься. Когда человеку надо от себя отвлечься... Тревожный знак. Да, тревожный знак. То есть, человек, если вы нехорошо, и вот этот термин полюби себя, он, конечно, режет ухо, но тем не менее, у человека с собой плохие отношения. Ему нехорошо с собой. И это не решается, можно обклеить хоть весь дом лозунгами полюби себя, ты прекрасен и так далее, и так далее. Есть все эти методики, как это называется, аффирмации. Есть такое слово, когда ты проговариваешь какие-то тексты, должны тебя само в чем-то убедить, как само внушение такое. Обычно это не очень работает. Скорее, совсем не работает. Вот. Поэтому, если тебе с собой нехорошо, стоит задать себе вопрос, а почему мне с собой нехорошо? Что меня так выматывает? Что меня в самом себе так напрягает? Почему мне с собой тревожно? Почему я чувствую стыд или вину постоянно? Или еще подобные вещи? Мне кажется, когда мы начнем отвечать на эти вопросы, мы многое себе поймем. Скорее, когда человек чем-то болел с рождения, он только учится ходить, это редкий случай. Обычно полюби себя, как мне кажется, восстанови то, что было когда-то. когда-то человек родился, потом в силу каких-то неправильных нагрузок, неправильных отношений к себе, он получает какое-то искривление позвоночника, которое начинает сказываться на здоровье в целом, вызвать боли и так далее. То есть, человек идет к остеопатам, к терапевтам, к реабилитологам и с помощью каких-то упражнений и действий врача восстанавливает нормальную структуру позвоночника, нормальную структуру своего тела. Мне кажется, что это вот насчет полюбить себя, по крайней мере, восстановить, как это было когда-то. Оно где-то живет, оно, скорее всего, где-то спрятано, может, глубоко оно спрятано. Очень редко это надо учиться заново, надо вспомнить, а главное, понять, что же случилось, почему ты перестал к себе хорошо относиться, почему тебе с собой стало нехорошо. Когда ты поймешь, наверное, все как-то наладится. Диагноз недели врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов. Спасибо большое. Я понимаю, что встретимся мы в следующий понедельник. Да. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова